итак анализируя комментарии под видео о новой прошивке на redmi 5 ой sorry redmi 4 про путаю все время значит решил сделать еще одно видео с ответами на наиболее часто встречающиеся вопросы итак смысл в чем после обновления redmi 4 pro до версии global 9510 в прошивке произошли некоторые изменения и они вызывают очень много вопросов у пользователей сейчас я постараюсь ответить на основные на все не получится да потому что вопросов очень много на основные вопросы которые возникают у людей и так первое значит куда делась кнопка обновления системы до сих пор еще люди задают этот вопрос ответ ребят никуда она не делась если раньше здесь она была отдельной такой голубой иконкой да там обновление то сейчас она переехала в настройки вверху вкладка о телефоне и самая верхняя вкладочка обновление системы вот она то есть ее убрали сюда в настройки я считаю что правильно сделали чтобы не шариться там где-то удалил ярлык а потом начинаются танцы с бубнами как обновить работает также все как и было можно обновляться через три точки кому не прилетела прошивка еще раз говорю ссылка есть под видео можете скачивать и обновляться устал уже отвечать на вопрос почему ее нет на официальном сайте да откуда у вас это все берется то она фейковая у вас прошивка то кастом на то еще что-то люди заговорят ребят ну зачем мне вас обманывать и показывать вам какую-то кастомную прошивку тем более вам показываю все на своем телефоне или вы думаете я снял ролик его и выкинул что ли нет прошивка официально просто происходит первая рассылка активным пользователям которые часто шлют отчеты которые зарегистрированы на официальном сайте да там и пишут какие-то комментарии по прошивке до дают обратную связь производить этим людям в первую очередь идет рассылка этой прошивки за редким исключением кто-то попадает в этот список почему-то еще но как правило происходит это так то есть производитель рассылает эту прошивку ждет пока люди попользуются вот по заполняет вот эти вот отчеты по присылать какие проблемы потом видимо делает перевыпускаю исправляет эти ошибки начинается массовая рассылка прошивки но таким образом это все происходит вот хотя в прошлый раз после выхода финальной версии да они даже не пишут что это финальная то же самое я переустанавливал и никаких изменений не увидел честно говоря но тем не менее в этой прошивке китайцы молодцы поправили много бага в частности исправили баг камеры до после паузы у нас был не записывала камера выдавала ошибку еще там несколько багов было тоже их под исправили вот не буду об этом подробно останавливаться видео есть отдельно далее следующий вопрос куда делись темы вот ну я так понимаю просто люди не совсем понимают о чем говорят да то есть но как бы по-разному все называют да по-разному все понимают видимо люди имеют карусель обоев которая была у нас на заблокированном экране вот здесь действительно ребят карусель обоев исчезла это не баг и и убрали вот показывают даже вот на redmi 5 видите ее тоже нет то есть я так понимаю производитель решил от нее отказаться почему потому что ну на самом деле может быть фишка и интересная но она не очень практичная да там собственно никому эти там обои бестолковые там и темы не нужны все пользуются либо стандартная до либо сами устанавливают допустим как я ресурсы то карусель обоев сжирает вот для тех кто спрашивает именно где темы вот вкладка темы никуда ничего не делась нажимаем вот пожалуйста все эти темы все на месте все на месте чат и и новые и всякие разные никуда ничего не делась все нас как было так и осталось то есть убрали только карусель обоев для тех кто спрашивает где обои то же самое все здесь вот они эти обои вот обои которые были на моем телефоне вот обои которые здесь были вот вы поскачивали их там или это самое стандартные были все на месте никуда ничего не делась поэтому не надо кричать орать а помогите что делать куда все он никуда ничего не делась убрали карусель обоев которая меняла вам заставку в определенный интервал времени при включении выключение на заблокированном экране далее следующий вопрос у людей значит пропала показатель оперативной памяти свободной ребят никуда тоже не делась все вот она кстати видите сейчас мы это прошивка вы показали 1617 гигабайта из 3 чтобы что стало хорошим показателем было где-то 1 и 2 1 и 3 в лучшем случае значит эта функция просто отключена в настройках где включить запоминаем настройки рабочий стол нижняя строка показывать состояние памяти вот видите я галочку выключаю смотрите видите ничего нету заходим рабочий стол на стройке рабочий стол показывать состоянии памяти вот появилась память то есть все как бы на месте никуда ничего не делать далее следующий вопрос люди не могут поставить тему и сторонних приложений это нужно включать в безопасность и так ребят еще для тех кто не может поставить темой сторонние значит вот смотрите тут немножечко не замудрили изменили вот есть такая вкладка безопасность она находится в специальных возможностях в расширенных настройках то есть заходим расширенные настройки которые находятся ниже google здесь специальные возможности и безопасность видите она выключена вот если она выключена то обои можно было темы можно будет ставить если включить то нельзя будет видите получать информацию о том какие действия выполняете в приложении если включить будет получать содержимое окна анализировать содержимое окна будет то есть раньше здесь было описано что установка с неизвестных источников сейчас они видите описание это убрали но я думаю что это именно та вкладка ну на этом пожалуй все это вот основные вопросы которые я находил кстати вот управление одной рукой здесь же находится тоже все работает никуда не делал не делась добавились тут кнопки жесты видите вот уже станет на ритмике пятом хорошо работают появились жесты убирают кнопки нижние вот пожалуй все кто еще что хочет узнать поделиться давайте пишем свои комментарии под видео и так ребят также еще одна серьезная проблема это которую мы озаботились и обсуждали это температур рабочая температура батареи при заряде ну я решил расширить этот вопрос замерил сейчас температура смотрите при работе до на 80 градусах зарядки при включенном вай-фай и мобильной связи температура 31 градус она всегда такая если вы не включаете игры или еще что-то такое да если отключить вай-фай я думаю на градус упадет он сейчас подключил зарядку температура начала подниматься значит выявлена какая закономерность значит самая большая пиковая температура идет до 40 градусов это при заряде где-то от 20 до 85 где-то вот так вот у кого по разу до 70 но у кого как настроен внутренний регулятор здесь до питания который находится в самом смартфоне вот плюс температура зависит от контакта разъема юсб и от контакта самого зарядного блока в розетке то есть вот эти показатели они влияют на температуру и плюс сколько потребителей у вас включено в данный момент до в одну и ту же розетку то есть через стройник имеется ввиду вот поэтому я провел замеры принципе температура до 40 градусов поднимается у многих у кого-то вообще не греется вот у кого-то до 40 поднимается то есть это нормально я недавно смотрел даже презентацию мизу не там вопрос температуры тоже поднимался и они показывали прямо на презентации там 38 39 40 градусов при заряде температуру температура батареи из чего я делаю вывода что как бы на нашем девайсе тоже как бы температура нормальная мне показалось что она немножечко спрос с обновлением прошивки поднялась у меня вот вроде было поменьше но честно говоря до этого я не замерял соответственно температура от 29 до 38 градусов считается вообще отличная у кого там 29 вообще не греется считает очень хорошо работает зарядный блок контакты хорошие регулятор напряжения в самом смартфоне тоже значит хорошо работает вот такие вот выводы по поводу температуру поэтому можете не париться но естественно нельзя его заряжать засунув под подушку на ночь вот принципе он отключится когда наберет свой заряд но когда у него нет вентиляции естественно сможет произойти перед перегрев и внутри помимо батареи может может там шлейфа повредиться да там пересохнуть или еще что-то вот такая информация по температуре поэтому делайте выводы так ну и пожалуй видимо все вот это основные вопросы которые возникли после обновления до 951 самый главный момент ребята оптимизация очень хорошие прошивки мне очень понравилось работает все плавненько точно так же как на новом телефоне редми пятом да хотя там 7 android она здесь 6 вот на предыдущую прошивку плевался тоже как бы ну как она все работало да ну были какие-то мелкие влаги какие-то такие баги небольшие да там скролла что такое вот здесь на этой прошивке вообще очень хорошо все оптимизировано все настроено исправили все основные баги вот единственное что я не смог проверить это вот у меня скотчем до сих пор заклеен микрофон никак я честно говоря про него забыл привык уже к нему что он заклеен и заклеен все работает поэтому уже на этом косяке как бы не заморачиваюсь вот единственно что один мой подписчик прислал видео что запись звука на концерте когда происходит громкая музыка вокруг да плохо работает но вот я не пойму приложу его ролик до можете смотреть и делать выводы то есть я не пойму то ли это он сделал для образца на айфон то ли это у него так записалось вот ну я первый раз прослушал вроде бы нормально чем ему не понравилось я не знаю на этом все ребятки подписываемся на канал я уже сказал да не забываем ставить лайки поддержать мое видео мне это очень важно ну естественно нажимаем на колокольчик и вы первыми узнаете выходе новых видео на моем канале всем удачи спасибо и лесбиянки я же могу с этим выходить вот колокольчик включат это пидорасы лесбиянки вы и 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 Субтитры сделал DimaTorzok